были большие ставки на оборону мариуполя почему-то решили что так как он уже был под оккупацией его пытались взять раз отбили то как аламу решили туда стягивать все силы первое время еще особо не чувствовалось нехватка провизии боеприпасов было всегда мало их не хватало в апреле уже практически не было ничего и питались лучшем случае раз в день середина марта когда сильно бои уже при подошли когда уже заметно было то что большинство города их то есть когда уже взяли в кольцо два завода тогда уже в принципе было ясно то что подмоги как бы это надо очень много подмоги что-то пробиться хотя бы с одного фланга то что на тот момент я помню у нас еще были какие-то сводки нас окружил уже 14000 думают одна из важных операций было пускай она была спонтанной непродуманной оно должно было быть не был в этом мариуполь мог бы и какой-то другой город так получилось что именно мариуполь на себя взял такой удар русской ресурс для них абсолютно неважно они пускали мелкие группы 10 человек с бтром они выходили получали это я даже не смотрел просто назад сдавал только рассвет и все что можно а самолет 24 на 7 у него запинка была 15 он возвращался пополнял боезапас возвращался обратно из каждого днем брали какой-то квадрат какой-то там площадь и равняли землей получил осколочное ранение в обои ноги за контузии не буду говорить я помню только 12 сколько их было я уже не скажу у нас не было уже ничего я нашел женскую как это косметичка типа там было зеркальце пинцетик ножницы какие-то я пинцетиком сам себе как мог но оказывается я полностью все хорошо все подоставал часика полтора посел поковырялся нормально морально было тяжело поначалу как бы еще не приняли еще это то есть еще как-то не задумывался о том что может быть все плохо то есть еще держались а вот спустя какой-то месяц когда люди уже насмотрелись на это все прочувствовали уже морально было тяжело уставшие в общем особенно морально физически это понятно там даже раздеться не получалось то принципе как и помыться и тому подобное там была сформирована порядок кто за кем идет во сколько выезжаем как формируемся в общем это было как-то продумано был проложен маршрут своеобразный маршрут нам надо было 120 километров пройти мы вот только начали движение и тут как щелчок два самолета прилетает артиллерия и тому прям начало колонны это за полчаса наверное спалили технику примерно потеряли может роту солдат примерно человек 100 может дождались рассвета пошли в разные направления разошлись просмотрели где могли прикинули примерно как можно можно выйти начался сильный обстрел мы опять попрятались в бункер то маленький бункер был как раз человек на 20 сидели ждали ждали темно чтобы выйти уже пытаться прорываться это был полк днр донбасс они делали обход и нашли нас и предложили два варианта у нас оружия не было уже на тот момент потому один из вариантов отпал и нам сказали выходить с поднятыми руками там нас продержали пару недель потом поделили на офицеров солдат сержант прапорщиков то есть офицеров в одну машину солдат сержант прапорщиков другую машину и ехали мы долго нам завязали глаза руки связали ехали в уже часов шесть может восемь я не помню и привезли нас таганрог там опять жестко приняли и по камерам распределили там до конца был до того как обменяли нас сильно ненавидели и боялись то есть мы им были чужды это не шутки то что они считают что мы нацисты то есть они в это свято верят они совершенно ну они зомбированы то есть они верят все то что показывают по телевизору вот человек вот он все равно ломается то есть он не сдается но ломается не верили в общем мы решили что так как командир роты огневой поддержки то есть я все это время бомбил донбасс оказывается и это что они не пытались меня это вытянуть и плоскогубцами не один зуб вытянут расшатали так его немножко смяли и на этом все не вытянули его полностью давали вареную кислую капусту там просто капустой немножко в воде накислючая ужас было чай без сахара чай это наливали не сайтам праву 50 может может 100 я не знаю там грубо говоря два глотка непонятной жижи и ни разу не был горячий чай просто цели себе ставишь и ты потом поставил себе цель и давай обдумывать как я сделаю это себе там на хватало занять себя чем-то потом сидит дальше следующий шаг и так шаг за шагом ты себе там сделаю то сделаю то как я это сделаю и так вот уходил себе в мысли уже проходил 16 часов стоять нельзя было не сидеть не лежать ничего из-за того что-то их разговаривать еще нельзя было я на каждом допросе все-таки спрашивал что с николаев николаев уже под нами херсон под нами все под нами и переживал сильно за это как тут мама что с ней нас садят в кразы мы опять на аэродром минус 20 я в легкой одежде такой осенне-весенней нам всем холодно мы трусимся у кого-то обувь позабирали кто-то в одном носке тапочках так друг другу поближе в самолете сидим самолет железный ужас ну летели часа два может например так я не знаю это может мы летели и пять минут мне показалось это два часа это тогда женщина не говорит мне плохое состояние ног придет еще все равно чем не помогу но могу перебинтовать хотя бы у меня перебинтовали ногу она говорит сейчас как вас обменяют стоп смысле не знаете вас везут на обмен я как-то я не замене не было никаких эмоций я просто товарищу рядом сидящему рассказал заулыбался ну и так оно пошло по цепочке вы поняли что нас везут на обед я потом зашел хлопец горит слава украине не знаю мозгами и возможно еще там со сном проблемы ночью спать не могу сплю днем а так нет сейчас адаптируясь семья помогает я начал для них жить и ради них кому нравится бегать ловить людей и насильно их загонять в армию они этим занимаются но это их служба это работа которую должен кто-то делать не делают но люди неправильно воспринимают если бы все осознанно встали выгнали бы врага и они прятались то не надо было никого ловить и не было нужды даже в ТЦК